С начала года в Анапе отдохнуло 3 миллиона 94 тысячи туристов. Сегодня на курорте единовременно размещено около 185 тысяч гостей. Работают 895 объектов размещения со средней нагрузкой более 88%. Первый заместитель главы Сергей Петров рассказал, что по поручению Юрия Полякова проведена работа с собственниками гаражных боксов по адресу улица Парковая. Владельцы самостоятельно приступили к демонтажу незаконных, некапитальных конструкций. Управлением капитального строительства объявлены конкурсы на проектирование здания амбулатории врача общей практики в хуторе Воскресенском. Активно идет строительство амбулатории врача общей практики в хуторе Усатого балка и детского сада на 140 мест в Воскресенском. Установлены 54 опоры для обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой в селе Джигинка. Также продолжается работа по расторжению договоров аренды земельных участков, используемых с нарушением условий. Необходимо расторгнуть договор, если участок используется не по назначению, отметил Юрий Поляков. И вновь выставлять его на аукцион. Если это земля, та, которая просто не построена, не используется конкретно, нужно расторгать, выставлять. А на торги пусть покупают те люди, которые будут ее использовать, эту землю. Сейчас же мы потихонечку подойдем к амброзии. Вот что делать с амброзией по городу, брошенные участки, амброзия по пояс. Люди болеют, люди пишут, люди жалуются. Что делается в этом направлении? А отсюда, если брать, это все идет от неиспользования участков. Заместитель главы Наталья Богданова сообщила, что в текущем году направлено 149 уведомлений о нецелевом использовании участков. Погашено право аренды в отношении 46 договоров. Пять земельных участков повторно выставлены на торги. По результатам выполнения этих досудебных мероприятий, 55 дел уже передано в правовое управление для расторжения, и 80 находятся в работе по соблюдению этих досудебных сроков. 46 договоров расторгнуто, и пять уже мы отторговали. За три летних месяца административная комиссия Анапы рассмотрела более 2000 материалов о правонарушениях и наложила 1804 штрафа на общую сумму 5 957 000 рублей. Доложил заместитель главы Эдуард Балмашев. А Анапский центр развития и оказания услуг за неделю демонтировал 31 несанкционированную рекламную конструкцию.